Тёплое озеро. Сказка про котика и мышку. Котик и мышка захотели искупаться, но им надоели все эти реки, моря и бассейны, в которых они всегда купались. И решили они найти что-то новенькое. Залезли в интернет, открыли карты и нашли необычное озеро на самой вершине горы. Это озеро было непростое. Когда они добрались до него, то увидели, что над озером поднимается пар. Оказалось, что вода в озере тёплая, как в ванне. А всё потому, что под озером горячий вулкан, который его согревает. Как же обрадовались котик и мышка, что будут купаться в этом озере. Ура! Забежали в воду и плавали там почти полдня. И вот, когда уже близился день к концу, котик и мышка решили, что пора возвращаться домой. Но какое было разочарование, когда они узнали, что забыли дома полотенце. На улице было очень холодно, и котик с мышкой просто бы замёрзли со своей мокрой шерстью. Стали котик с мышкой думать, что же им делать, как быть. Мышка предложила купаться и купаться. Вода ведь тёплая. А котик сказал, что когда стемнеет, придут волки пить водичку и скушают нас. Думали они, думали и придумали, что надо разделиться, выбежать кому-то набрать в дров, а кому-то найти специальные камешки, чтобы сделать искру и разжечь костёр, чтобы высохнуть и согреться. Котик и мышка быстро выбежали и стали кто дрова искать, а кто камешки. Когда они всё нашли, сложили на берегу и снова забежали в воду греться. После выбежали, сложили дрова, камешками постучали, да искру выстучили, и костёр загорелся. Как были рады друзья, что не съест их волчья семья. Они согрелись и обсохли. После радостные и счастливые от приключений направились домой. И впереди обещали себе обязательно брать с собой полотенце, чтобы не замёрзнуть.